I have ways of blowing things up. У этого есть один небольшой минус. Я эти серии сейчас две, прошедшую, и вот эту записываю подряд. Поэтому комменты к вашей прошлой серии я еще не прочитал. Пожалуйста, не бомбите по этому поводу. Но все равно я буду крайне рад их видеть. К тому времени, когда выйдет эта серия, я их увижу и прочитаю. Сделаю для себя кое-какие выводы. И в будущем мне это может пригодиться. Так, Гамбизон. Стоп. А мой... Он что вообще поменяет? Погоди. Я стал дофига путаться в вещах. Да не, ребят, мой получше будет. Не-не-не-не-не. Мой хоть и выглядит как рубашка из психушки, но мой получше будет. Так что спасибо. Хорошо. Сапоги, все дела, все круто, хорошо. Кожаные сапоги. Дайте мне... Нет, я очень благодарен вам за лут. Это очень круто, спасибо. Я хочу пройти здесь куда-то дальше. Пожалуйста. Это вариант? Это можно сделать? Меч. Голова с плеч. Потому что я очень сильно тогда расстроился, когда ключ не подошел к той двери. Но это значит, что где-то должен быть еще один ключ, который все-таки подойдет к той двери. Но теперь я уверен больше чем на 200%, что ту дверь я в принципе теперь больше никогда не найду. Я обречен ходить здесь. Смотрите, здесь нет прохода дальше, да. Это коморка такая. Она чисто... Лутательная. Блин, я честно говоря думал, что вот мы сейчас сюда пройдем и тут будет что-то дальше. А нет, здесь только гамбизоны валяются и все. Хорошо. Хорошо. Значит мы попали в вооруженную. Тут у нас стояли нагруднички. Тут у нас мечи, пистолеты, дробовики, гранатометы и все дела. Вот насчет вот этого топорика, я думаю, у него режущий 2,5 импульс и боевой топор. А у нас топорик... Ну понимаете, у него режущий 3. Хотя импульса больше, значит он будет делать больше замах теоретически. Не знаю. Не знаю. Надо будет разобраться в этом. Я, наверное, пока что его брать не буду. У меня, в принципе, хватает оружик. Вот у меня... В принципе, есть щит. Если я столкнусь с кем-то не очень приятным, кто начнет мне прям... Раздирать. А где... Черт, а где факел? Я теперь его не найду, да? Давайте я черепицу выложу, кстати. Она мне нафиг не нужна. Трубку я, наверное, теперь тоже выложу. Вот с этим нагрудником не знаю, что делать. Уголь я тоже выложу. Блин. Да, теперь мне... Так, погодите, ребят, минутку. Да, ребятушки, мне пришлось просто полностью пересмотреть мой инвентарь, потому что... Найти там стало практически ничего невозможно, я потерял факел в собственном инвентаре. В общем-то, что я для себя нашел? Нашел какой-то еще жилет, который, оказывается, с собой таскал. Я его выложил, вот он ненужный. Выложил всякие вещи, типа кесета, угля, трубки, все то, что... Ну, блин, которое я... Ну, скорее всего, нет. Немножечко рассортировал оружку, немножечко рассортировал ключики, то-то, сё-то. Теперь нашелся здесь вот такой кожаный ремень, который вроде как что-то дает. Значит, его теоретически можно одеть, но одеть я его нигде не могу никак. Так, ладно, пусть пока валяется. Все бумажки я переложил, они теперь у меня вот так одной грудой лежат, там их дофигища. Карту, это же карта, да, это карта первого этажа, я не знаю, зачем она мне. Но я ее пока выложил чуть-чуть вот отдельно. Все, пойдемте. Такой еще вопрос насчет того, ломается оружка, не ломается, но вроде как... Так, минуточку, R. Да, вот так я с двуручным мечом хожу. Прикольно. Так мы прячем, достаем это. В общем-то, я что подумал, что, наверное... Ну-ка, еще раз. Двуручный меч у него... Режущий 2,5. У этого то... Они одинаковые практически, только у маленького баланса побольше. Минуточку, смысл мне тогда таскать двуручное оружие, которое такое же, как одноручное? Может мне там пику взять какую-то? Режущего 2, проникающий. Ну, посмотрим. Единственное, что длинное оружие... Оно длинное. Оно не подпускает к себе. Так, дробящий. 3. А знаете что? Давайте, может быть, мы с вами вот так вот на секундочку сделаем. Я сюда поставлю молот. И... Щит. Может, вот так в самом-то деле? Да, здесь у меня будет меч, а там у меня будет молот и щит. Но большой меч я пока... Пока что, я не знаю, зачем я его не буду выбрасывать. Не знаю, не знаю. У меня пока еще нету точных тактик, точных стратегий. Мы пришли от... Не спрашивайте. Просто не спрашивайте. Стоп, а... Что? Вы мне хотите сказать, что это зал ожиданий с классами? Твою за ногу! Ладно, я понял, где. Это мы, значит, были вот здесь. И открыли вот эту дверцу. Она была заперта. Но к ней мы пришли через... Здесь. Ага. Не, ни разу не ага, конечно, но... А это в зал... Всё-всё-всё, это в зал суда. Это зал суда. Это зал туда. А это... А это куда? И всё. То есть тут, по идее, у нас оружейное. Там зал ожидания с классами. Здесь... Сокращение. Я в растерянности. Опять дичайший, полнейший, лютейший. Ладно, пойдёмте в другую сторону. Ну, какая-то картина немножечко у меня начала, конечно, складываться. Но, блин, а чё дальше-то? Так, давайте не будем бегать, наверное. Мне кажется, что не стоит. У меня есть два ключа, которые я здесь нашёл. Оба эти ключа я использовал. Кстати, у нас же на первом этаже был один ключ, подходящий под две двери. Вариант здесь такой? Возможно. Никто же нам ничего не обещал. Погодите. Но, мы нашли два ключа. Один у нас был от среза, второй у нас был от оружейной. Теперь. У нас есть ещё одна дверь. И ещё одна решётка. Та решётка, скорее всего, шорткат к той двери. Ключа у нас от той двери нету. Запертая дверь. Стоп. А, может... А, теперь... Чё это было? Погодите. Запертая дверь. Этот ключ... Не подходит. Этот ключ... Стоп. Вот этот вот. Не подходит. Этот ключ... Не подходит. Стойте. Давайте, знаете, что я даже сделаю. Вот так вот их разделю. Чтобы не путать, на что я нажимаю. Точно нет. Точно нет. Точно нет. У нас две двери запертых. Две двери. Там ходит кто-то. Ну, то, что он ходит, то... Да? Да, блин! А это как вообще сейчас? Ну, блин, а чё я удивляюсь? Чему я... Чему я вообще удивляюсь? Да, тут ещё 500 дверей. Ты заходишь в маленькую комнатку. Там ещё 500 дверей. Ну, это же логично. Это же к заниму, блин. Чё? Чё я веду себя как лошара? Так, хорошо. Меч. Старый, ржавый, короткий. Взять вот это описание. Оно будет подходить не только к мечу. Но это так, на секундочку. Это такой же, как у меня. Режущий 2,5. Баланса 4. Хорошо. Да уйди отсюда, блин. У меня тут муха залетела. Я вообще сейчас не знаю, что с ней делать. Я пытаюсь записывать. Он такой... Ну да. Так, тут что-то закидано ящиками. Не что-то полезное случайно, а может быть... Вот это выглядит как камень, на который можно... В другой игре можно было бы наступить, и он бы что-то открыл. Но нет. Здесь, блин, это было бы круто. Здесь такое не предусмотрено. Хотя, с другой стороны, почему не предусмотрено? Потому что я с таким не столкнулся, это не значит, что оно не предусмотрено. Привет. А я не хочу тебе ничего делать. Тут ничего нету? Ничего. Может, тогда ты посидишь тут пока что, да? Давай. Тут коридор? Черт. А тут тогда что? Так, 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 так. Стоп, ребята. Стоп, 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 стоп. Коридор закрываем. Закрываем. Надо будет туда еще сходить. Ах, 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 ах. Экзанима, экзанима. Ты бесконечная, что ли? Нет, ну, смотрите. Смотрите, проработка уровня, проработка локаций здесь просто офигительная. Тут я вообще ничего не скажу. То есть, тот, кто прорабатывал этот данж, ну, люди красавчики, они явно постарались. Тут много чего логичного, много чего правильного. Знаете, это похоже на какой-то магазинчик. Торговля протезами, серьезно? Ну, не торговля, выдача, наверное. О, сундучок. Что может быть в сундучке с протезами? Ну, блин, ладно. Это карта? Это карта! Вот это самая ирония, блин. Что может быть в сундучке с протезами? Ага. А, офигеть. Я помню чудное мгновение. Передо мной явилась ты. Карта, как сновидение. Где нечистой красоты. Блин, я сейчас рад просто. Так. Вот, давайте чисто порассуждаем. Опять же, я не знаю, будет ли вам видно мой курсор сейчас или нет. Тогда секунду, давайте я просто для себя гляну на карту, потом продолжим. Так, смотрите. С каким выводом я пришел? Что второй этаж меньше первого. Хотя бы гляньте на вот эти карты. Во-вторых, я четко вижу. Вот заседание суда. Очень похоже по трем проходам. Вот оружейное, где мы были. Вот первый этаж. Ну, в смысле, первый этаж. Первого нашего лока, куда мы спустились. Вот сюда мы пошли. Вот эту дверь мы потом открывали. Окей, какие-то места я узнаю. Где мы сейчас? Я, наверное, затрудняюсь ответить. Но надо искать какие-то... А где у нас там был коридор комнаты ожидания? Вот, вот это вот, наверное, комната ожидания. Вот это классы. Точно! Вот это классы. Вот это коридор ожидания. Вот это вот суд. Вот тут вот три камеры вот эти. Да, вот тут оружейные. Значит, я делаю вывод, что где-то вот эту вот нижнюю половину я уже протопал. А как у нас выглядит эта комната? Она с колонной. С двумя. С тремя. С четырьмя. А где у нас такое есть на карте? Нет, ну четыре колонны Т-образные. Они четыре колонны вот такие. Привет, чувак. Да, мы с тобой не будем драться. Мне это не надо. Я не знаю, как тебе, но мне это не надо. Блин, если я оставлю карту открытой, я же могу пропустить дофига всего. А может быть мы ее сюда вот так вот закинем? Я не хочу ее убирать, потому что я хочу определиться, где я сейчас. А это немножечко проблематично. Дверь. Ну нафига вы стали-то перед дверьми-то все? Вы что, не люди? Ну блин, да, они не люди. Что я от них хочу? И что здесь? Твою за ногу. Шприц? Скальпель? Давайте я карту пока уберу. Пока... Если я буду сейчас сходить с глазами на карте, то я тут ничего не найду. Я еще больше потеряюсь. Давайте я найду какое-нибудь значимое помещение. Стойте, тут такое пунктиром, да? Такое раз, два, три стеночки. Но это же есть значимое помещение. Спасибо. Вот, мы здесь. Все есть понимать. Вот это вот помещение, в котором три колонны, но колонны здесь не обозначены. Почему-то, блин, кстати, бесит. Вот здесь колонны обозначены, а здесь нет. Все, я понял, мы тут. Вот они, вот этот г-образный пунктирчики, два пунктирчика. Окей, значит, вот этот маленький коридорчик там, он изолирован. Давайте сначала в него зайдем. Я тебя не трогаю. Вот та вторая дверка, которая там справа, которая подпирал второй зомбарь. Это маленькая какая-то изолированная комнатка. И, по идее, оттуда нет никуда прохода. Я хочу туда сходить. Все, что изолировано, это нужно посещать в первую очередь, потому что... Потому что гладиолус. Да, ну вы же знаете, универсальный ответ. Потому что гладиолус. Могу я тут что-то разобломить? Я боюсь, там где-то сундук. Я его не вижу. Ладно. Хорошечно. Блин, вот... Неудобство полтора, импульс три. Импульс три, неудобство три. Может, я возьму тогда этот щит? Но он явно удобнее. Чем то, что у меня есть. Если мы сделаем R... Как он будет? Нет, он нормально выглядит, кстати. Он реально поудобнее выглядит. Хорошо. Шлем. Ну, шлем обычный, да? Ну, баский. Все, нормально. Хорошо. Щитом разжились неплохим. Уже не зря зашли. Ох ты ж. Ну, знаете... Блин, с картой все-таки я себя чувствую в разы увереннее. Я серьезно столько времени мучился. Меня очень сильно подмывало пойти и скачать карту. Пойти и скачать карту. Ну, я понимаю, что это было бы читерство. Я понимаю, что это было бы неправильно. И мне даже, вон, я в комментах с людьми разговариваю, говорят, нет, не делай этого. Ну, я понимаю, что не делай этого. Но это хотелось сделать. Потому что, ну, в прошлой серии у меня была прям реально паника. Я потерялся к чертям. В этой серии я уже такой, да куда же ж, да что же ж. И все. Как я эту карту сейчас нашел? Мне просто сейчас полегчало. Реально я смогу теперь разобраться хоть в чем-то. Да, я понимаю, я теперь буду ее включать постоянно. Минуточку. А почему здесь проход... А здесь есть проход, да. Здесь есть проход сюда наверх и проход сюда. И здесь маленькие такие, как будто кластер камеры такие. Да? А вниз тогда это будет... Давайте тогда вот сюда, в нижнюю часть пойдем. Ну, то есть я... Ой, блин, там зомбарь. Кладовая... Нет, это не спальня чья-то, это не кладовая. Гамбизон... А, жилет. Тканая накидка, трубка стеклянная, блин. Кто-то модник такой был. Так, ладно, валим отсюда. Я вниз хотел идти. Это я сюда пошел, не знаю, зачем я сюда пошел. Так. Стоп, а здесь я был, да? Здесь открытые двери, здесь я был. Ну-ка. Жилет. В этом столе письменном, я же рылся. Вон, это на полочке. Эй, погодите. А это случайно не... Ну, здесь я тоже был. Погодите, я просто сравнить хочу. Это значит, отсюда... Я сейчас здесь, да? Вот, вот эта вот комнатка. Двой... Ой, нет, чувак, ну я не хочу с тобой драться. Не надо агриться, не надо, не надо, не надо, все. Я хочу убедиться, что это точно оно, что там больше нету. Вот, проходик у нас. Проходы у нас вот, вот этот вот. В коридор. Ого. Тут у нас должен быть длинный такой горизонтальный. Стоп, не длинный, горизонтальный. Все, 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 я понял, где мы. А вон те маленькие комнатки тогда что? У-у-у, моя же тень меня напугала. Круто. Это вот у нас такой длинный. Да, длинный, длинный, длинный. Доверху тут у нас поворот только в одну сторону. Ага, вот. Смотрите. Да, вот эта вот комнатка. Мы сейчас можем пойти сюда. Я собирался вниз идти, да. Ага, спасибо. Могу пойти сюда. Здесь у нас зал. Ау. Здесь у нас зал с... С никто. Зал с никто. Вот. И там у нас... Ну, выглядит как выход... Из уровня. Черт. А это реально выход из уровня. Аааа. А там двери не открытые оставались. Ну, с другой стороны, теперь я знаю, как отсюда выйти. То есть я реально где-то здесь рядом все это время ходил. А я ходил здесь рядом. И вот здесь я был. И я все это время блуждал мимо выхода из уровня. Я красавчик? Красавчик, конечно. Так, ты... Вот ты вот уйди. Блин, знаете, а это соблазн. Вот. Вот это та комната, в которой мы заканчивали с вами две серии назад. В которой, типа, кто-то дерется за стеной. И тут был секретный ящик. Вон он, там он. Да, это выход на... На кухню. Не, на кухню я не пойду, явно. Я там уже везде был. Но это закрытая территория. Смотрите, она даже больше ничем не пересекается. Поэтому выход отсюда только один. Разбей! Разбей! Окей. Погодите. Так мы с вами, получается, почти всю карту уже облазили. Сверху кухня. Вот это вот, скорее всего, казармы, по которым я бегал, собирал шмот. Здесь суд, здесь... Меня вот эти маленькие комнатки немножечко интересуют. Здесь мы тоже все оббегали, потому что здесь вот зал ожидания, и здесь школа. Мы всю карту оббегали. У нас где-то остался еще ключ, который будет открывать вон ту дверь. Стопа. Нет, это уже прямо к выходу. Слушайте, может, нафиг ту дверь? Я нашел оружейную. Я нашел все, что мне нужно. Я нашел инфу. Блин, это было бы обидно уходить со второго уровня, как только я нашел на него карту. Так, а туда что у нас там? Вот, видите, я думал, что это дверь мне показалась. Да, вот зал с четырьмя колоннами. Это меня опять на кухню приведет, да? Да, это опять меня на кухню приведет. Это у нас тут шорткатик такой. Здесь. Да, я здесь был. Я здесь был. Хотя. Да, ну, такое ощущение, что было, ребят. Ну, вы что? Дайте еще секунду гляну. Я пока не хочу крутить карту, потому что карта сейчас находится в той же плоскости, что и бумажная карта. Поэтому, если я сейчас что-то нарушу... Ну, тут кладовая. Стоп, это... Это просто ящик, да, это просто ящик. Если я сейчас начну крутить себя на карте, то я запутаюсь. Да ногу-то вытащи, дебил. Угу. А тут другого прохода. А, ага, ааа, я понял, где я. Я сейчас вот здесь. Тут куча всякого. Да, это тут, где я лутал. Тут казармы солдатские. Где у нас тогда получается... Ау, пройди, пожалуйста. Где у нас тогда получается не облутано? Взял, навернулся об стенку, красавчик. Я сейчас пытаюсь пони... Блин, на... Я тебя не трогаю. Иди отсюда. Так, зал с четырьмя. Значит, я зал с четырьмя могу пойти еще вот сюда. И попаду... Тоже в столовку. Она тут как отдельная территория и переходит потом в это. Нет, здесь мне тоже делать нечего. Здесь я был. Я везде здесь уже был. То есть, получается, где-то есть... Где же она... Двери-то, которая... Заперта. Тут у нас коридор дальше. А, серьезно? Вот это решетка. Значит, я был неправ насчет той двери и шортката. Это у нас просто шорткат сюда, к выходу. Теперь мы можем просто вот так вот напрямую пробежать через весь уровень. У нас тут есть вот эта кишка от зала ожидания. Кишка прямо до самого верха. Получается, где-то есть две маленькие двери. Нет, нет, нет. У меня нету неисследованных лок. Я думал, у нас есть неисследованная лока. Нету. Мы здесь все локи исследовали. У нас есть две запертые двери, которые просто, наверное, нычки. С другой стороны, чисто теоретически. Я вижу вот здесь внизу тоже как бы выход с карты. А к нему мы можем добраться или нет? Мне бы на него просто посмотреть тогда. Так, давайте тогда вот сюда. Меня интригуют слова, что здесь есть выход на другой уровень и есть выход на полу-уровень, который... Так, вот теперь мне сюда вниз до конца. Стой, повернись, пожалуйста. Мне нужно, чтобы карта была концентрована именно по карте. Это у нас, значит... Тут была вторая дверь? Или они не соединяются? По идее, из этого коридорчика у нас должно быть два выхода, но выход здесь только один. А какой стороной ты на меня нападать-то начал? Офигеть! Он меня вырубил! Хо-хо-хо! Это он мне два хэдшота прописал? Или как? Так, шо это за моп такой? Вот это я немножечко заигрался сейчас. Чувак меня убил. Ну, я понимаю, что у него хорошая пушка. Давайте, кстати, здоровье-то восстановим немного. Хочу ли я на него еще раз нарываться? Ну да, наверное, хочу. Хотя, где он? Он меня грохнул и сбежал. Ну, я понимаю, у меня есть хилка, но я думаю, что пока что рановато ею пользоваться. Черт. Хочу ли я пробираться ко всему этому? Там, по идее, есть проход. Так, я сейчас попаду в Г-образную комнату, да? А почему дверь закрыта? Это странно. Я этой дверью ни разу не пользовался, что ли? Так, ну вот, в смысле, Г-образная вот эта я имею в виду. Это он, нет? Нет, это не он. Ну, они сами мне в лицо смотрят. Фух. Он такая подходит и смотрит мне в лицо. Фига ли ты, агра такая. Ну, я понимаю, что от глядения в лицо они агрятся, но я специально отвернулся. Подходит такая, заглядывает. Так, по идее, из Г-разной комнаты у нас есть практически напрямую проход вот сюда. Ага. Это у нас будет большая комната с четырьмя колонн. Блин, а кстати, мы в этой комнате-то не были. Давайте на секундочку осмотрим. Ну, мне кажется, что не были. Так-то... Ну, вон сундучок я уже вижу какой-то. Дайте мне еще одну хилку, слушайте, пожалуйста. Мне скоро придется эту прим... Ёлки-палки. Сапожки. Не, сапожки такие не пойдут. Тут есть какие-то шмотки? Тут-сюда, но... Ага. Туфли, куртка... Рубашка. Не-не-не, это все уже... Блин, там кто-то ходит. Хилка. Ха-ха-ха-ха-ха. Я увидел это сияние. Фига ты на меня накинулся. Воооот. Вооот, ребятушки. Теперь все немножечко начало складываться. Это большая комната с четырьмя этими, да? Тут маленькая... Кстати, не знаю, насколько это маленькая хилка. Это просто хилка. Нет, ну маленькая хилка. Она явно меньше, чем та. Пока я ее тоже жрать не буду. У тебя что? У тебя ремешок, который мне не нужен. Штанцы. Рубашка. Мне говорят, что перед переходом на уровень у нас будет маленькая бутылочка. Секунду, давайте оцентруем. Это изначально было вот так. Это выход. Нет, выход мне не надо. Этот ящик я посмотрел. Зомбаря я вальнул. Получается, отсюда... Если я пойду вниз, то там будет выход. Давайте я тут еще ящички посмотрю. Накидка? Нет, 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 нет. Это все не то. Это все, ребятушки, не то. Это ящик? Ты не ящик. Извини, опознался. Тот момент, когда тебя называют ящиком. Ну, в душе. Ты табуретка. Ты у нас. Коробка. А, ну, я открыть ее как бы хочу. Блин, то ли я не знаю как. Стеганые штаны. Эм, да нет, по-моему, мои лучшие. Блин, ну чувак меня ушатал с двух ударов. Это вообще как было сейчас? Ммм. Я знаю, как это было. Это было печально. Этот на меня что-то выбежал. Агрошкольник. Так. Маленькая комнатка. Там, по идее, замкнутое пространство. То есть... Тут, по идее, ничего нету. Тут просто комнатка с сундучком. Ага. Жилет. Я их тыкаю. Я, в принципе, понимаю, что это все явно хуже, чем у меня. Ну, на всякий случай, для очистки совести тыкаю, потому что, ну, я, может быть, что-то пропущу. Вы меня потом заживо съедите в комментах. Я ни в коем случае не жалуюсь. То, что вы пишете, это все равно важно и нужно. Поэтому не надо отказывать себе в удовольствии. Хотите настрочить коммент, сделайте это. Я, в принципе, осознаю, что я сейчас забираю себе обзора дофига. Так, милочку. А там была у нас... Тут выход сюда. Тут у нас была маленькая комнатка, в которой... Встань, пожалуйста. Спасибо, пожалуйста. Это просто туалет, да? Туалет типа сортир. Суперски. По идее, из вот этой маленькой комнатки смеженной сюда нету? Нету. То есть я могу попасть сюда. Отсюда я могу попасть... Она тоже закрытая. Ага. Не всегда понятно, где есть дверь, а где нету. То есть иногда предполагать, что ее нету, а она есть. И наоборот. Я думал, сейчас я из этой комнаты выйду. Нет, мне придется отбежать вот сюда. Тут у нас комната с колонной. Да. Из комнаты с колонной мы идем сюда. Оказываемся в коридорчике. Тут комната с двумя колоннами. Стоп. А... А что здесь? А здесь сундучок, как минимум. У меня такое ощущение, что я здесь не был. Угу, шприц. Может быть, я себе вколю что-нибудь, а... Мне полегчает. Блин. Ай. Убери эту фигню. Это просто какие-то подносы железные, да? Ну-ка, вот ты что такое вообще? Меня радует, что я нашел хилочку на этом уровне. То есть, как минимум, на каждом уровне должна находиться хилочка, иначе все будет плохо. Но я так понимаю, что это тут мастерская гробов. Или там вот этот вот прах, кстати, в баночках. Такое тоже возможно. Ага, вот этот маленький коридор. Это крематорий! Обалденно. И тут у нас тоже выход с уровня. Да. По сути, их два. Один снизу, один сверху. Два веселых гуси. И гляньте, этот выход с уровня прям совсем здесь близко. От входа. О-о-о-о! И чем мне делать? Наверх или вниз? Наверх или вниз? То есть, где-то есть выход из уровня, где-то есть выход на под уровень, который приведет к следующему. А я могу потом подняться? Я бы, на самом деле, сходил бы сюда. Я могу обратно вернуться? Могу. Это успокаивает. Тут карты у меня уже нету. Ё-па-разоте! Ты чё такое вообще? Блин, а чё страшно-то так стало? Твою за ногу. Можно я пойду опять на второй уровень? Там было уютней. Я там себя спокойнее чувствовал. Тут чё-то вообще какой-то звездец полнейший творится. Проход только один. И скажите мне, где был последний автосейв? Так, ладно, у меня есть две хилки. По-прежнему я пока не применяю хилку. Ух, ты ж ёж, ты матрёж ты. Ну пойдём. Честно, второй уровень был поуютней. Верните меня, пожалуйста. Тут ещё эта пещера какая-то. Мост! Да вы головой долбанулись или где? Кстати, а что здесь светится тогда? Направо пойдёшь, совсем пропадёшь. Налево пойдёшь, башку потеряешь. Отвратительное место. Я понимаю, что вроде как нету никаких поводов так думать, но оно мне воспринимается как гнездо чужих. Так, мост. Но он сломан. Это тупик. Окей. Прохода направо нету. По крайней мере из того, что я вижу. Пойдём налево. Есть ещё вверх проход. Да, я вижу. Может не надо бегать, а? Тут разветвление. Да вы серьёзно? Так, тут мост, а вниз? Налево есть развилка. Вверх-вниз. Нет развилки. Это просто факел. Хорошо, значит тут мост. Я так понимаю, что туда если я упаду, я просто упаду. Да, я сдохну нафиг. Поэтому идём по мосту. Где было последнее с автосохранения? Если меня сейчас грохнуто, я практически уверен, что это может случиться. Где я начну? Так, есть вперёд и влево. Идём влево. Изначально у нас развилка была право-лево. Блин, тут ещё поворот. А ты кто? Урна. А я практически уверен, что они с прахом. Извините. Знаете, такие, кто рассыпал дедушку? Я пытаюсь найти оптимальный угол камеры, чтобы было не страшно и чтобы было видно. Вот это вот тот самый момент, когда атмосфера давит и тебе страшно именно из-за атмосферы, а не из-за каких-то там скримаков, ещё какой-то фигни. Тут прям давит атмосфера. Вот эта музыка, кстати, ни разу не делает ничего легче. Камеру надо будет не забывать разворачивать, центровать обратно. Это похоже на какие-то склепы. Если я не буду разворачивать камеру, я запутаюсь. Поэтому я буду каждый раз... Я понимаю, что логично сейчас повернуть было бы камеру, но я этого делать не буду. Потому что я с нафиг запутаюсь. Это будет плохо. Знаете, теперь подземелья с зомбятиной кажутся практически тёплым и любимым домом. По сравнению с тем, что происходит здесь. Это какие-то оградки. Могилки. Это могилки, это кладбище, чёрт его дери. Почему я не могу надгробие почитать? Ребят, ну читать надгробие, это ж святое во всех играх. Ну вы чё? Разрабы, ну... Надо не забыть потом камеру развернуть обратно. Блин, оно за мной бежит. Оно с двуручным мечом. Это какой-то босс. Он меня убьёт сейчас. Убьёт. Да блин, да я же нажал тап. Чё ты стоишь-то на месте? Блин, там светло. Можно щит вытащить, кстати. Почему я туплю? Я могу его вообще убить сейчас? Это очень странно. Он скелет, если чё. Меня оно лечит потихоньку, да? Может, надо было большую сожрать? Блин, вот это я не подумал-то, кстати. Может, надо было большую сожрать. Насколько меня маленькая вылечит, я не знаю. Но лечит потихонечку. Давайте постоим, подождём. Мне страшно. А что я хочу? Бейтесь и защищайтесь своими руками. Обоими руками одновременно. Давайте. Интересно, когда оно перестанет действовать? Давайте посмотрим. Подождём. Тут босс-скелет. Так его через так. У меня стойкое ощущение, что я сейчас зря маленькую зельку-то выпил. Надо было большую. Меня сильно покалечили. Оно меня сейчас недолечит. И будет ни туда, ни сюда. Но, с другой стороны, я не знаю, сколько оно лечит. И поэтому... Блин. Я, на самом деле, под конец просто хотел уже уйти. Я нажал тап, но он застрял ногой в могиле. Знаете? Одной ногой в могиле. Прям по чесноку. Офигеть. Ты меня до сих пор лечишь? Неплохо. Блин. Я даже не понял, сколько раз я его ударил. Раз уж на то пошло. У него длинный меч. Он очень круто им машет. Куда он убежал? Куда он убежал? Ты что, забагался? Он забагался? По-моему, я ему навернул по башке. Блин, ну знаете... Маленькая хилка неплохо меня подрихтовала. Знаете, я, наверное, даже не против. Почему я не могу сейчас просто тыкнуть в него? Знаешь что, чувак? Фиг с тобой. Ты забагался и на здоровье. Я сейчас быстро обыщу. Возможно, лут. Это то, зачем я сюда пришел. Ха-ха! Вскрыватель могил. Так, его через так. Я имею в виду, что нет... Как бы вам так сказать? Не лут, а именно то, что на этом скелете одето. Возможно, это мой лут. Ну, то есть... Тут другого ящиков, ничего такого нету. Тут просто есть чувак. У меня сейчас с этим мечом, как и греет. Он вообще... Его вообще можно убить? Он же не бессмертный? Блин, я сейчас тут трачу на него это время. Блин! Была бы у меня... Ну, в смысле, не была бы. У меня есть пика. Умел бы ею тыкать этой пикой. Я до сих пор не научился тыкать оружием. Он меня ударил? Надо отойти, отличиться. Ну-ка, я восстанавливаюсь, когда я в бою, или нет? Или надо обязательно выйти из боя? Надо, наверное, обязательно выйти из боя. Фух. Ты там, чувак, поэто, покипи немножечко. Я сейчас... Я отхиллюсь таким образом, или нет? Он мне успел тыкнуть немного. Блин, у него там нога торчит. Я его по этой ноге бью? Нет. А, жизни возвращаются. Хорошо. Мне кажется, если бы не забагался, я бы тут и остался бы навсегда просто. Нафиг бы умер. Меня бы на сохранение отправили, потому что чувак очень крут. Он явно скелет, мне кажется, да? У него кольчуга, шлем. Я не уверен, что я так уж хочу с ним биться, знаете? Может, ну его? Я просто не знаю. Давайте, ребята, я еще попробую чуть-чуть. Если что, просто дальше пойдем. Я его убил. Видимо, я его в пятку просто затыкал. Жизнь, и у него было просто штоп тебя! Ты посмотри на эти шмотки. Наручи латные. Перчатки. Минуточку, эти наручи, если я одену, у меня перчатки слетят, да? Нет! Это вообще как? Шлем. Шлем, кстати, покрытие больше. Чуть-чуть больше неудобства, но я его одену. Потому что покрытие больше. И потому что это трофей. Да! На, держи, чувак. Ботинки явно круче моих. Просто вот... Да. Вот, я же говорю, что вот он и есть мой лут. Латные наплечники. Да. Тоже меняем. Они лучше. Теперь. Ты, ты и ты. Это у нас латные наколенники, наголенники. Мои получше будут? Я их не трогаю. В латных я до этого ходил. Перчатки. Перчатки. Мои получше будут. Спасибо. Но нет. Ты кто такой? На коленники. А, на локотники. Что, блин? То есть, есть на рукавнике, есть перчатки, есть на локотнике. И есть кераса. Ну нет, но она получше. Чуть-чуть самую капельку импульса чуть побольше. Режущий такой же. Дробящий такой же. Колющий такой же. Неудобства чуть больше. И покрытия чуть больше. Поэтому я ее поменяю. Потому что покрытия побольше будет. Спасибо. Неудобство растет. Но, блин, я же качнул себе броню. Прости, дружище. Ты был хорошим соперником. И если бы ты не забагался, ты бы, наверное, меня победил. Сэр, скелет. Валим отсюда. Получили получше шлем. Получили получше нагрудничек. Получили налокотники. Получили еще несколько вещей получше. Круто. Другого лута я там не увидел. Но я так понимаю, что он и был моим лутом. Его надо было победить и забрать у него лутецкий. Так, хорошо. Здесь у нас зель... Нет, не зельки эти. Фраг. Отсюда мы валим. Можно пройти еще туда. Да, чтоб тебя. Сколько тут проходов-то? Такой ковалок бежит. Хыдыщ, 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 хыдыщ. Ууу, лампочка. Давайте без еще одного босса. Ну, я его практически как босса расцениваю, если что. Шлем. Вы посмотрите на защиту от режущих. То есть у меня ржавый вот этот скелетный шлем. А этот покрытие больше, импульса больше, режущий, просто бешеный, дробящий, колющий. И неудобства меньше, наверное, потому что ржавчина шею не царапает. Спасибо. Вот это я себе чайник сейчас нашел. Вот это был сейчас чайник. А тут ничего больше нету, блин. Знаете, мне кажется, что вот это вот полуэтаж, что это как раз не третий, а вот это такой полубонусный этаж, на который я зашел, и тут чисто лутецки. Это круто. Да, мы тут отъехали разочек, но по итогу все для нас неплохо закончилось. То есть теперь у нас голова довольно-таки неплохо защищена, чему я рад. То есть прилетит по куполу, я, может быть, даже жив останусь. Так, я начал опять путаться, что здесь и как. Все круто, все хорошо. Еще один зал. А это... А это случайно не с того разрушенного моста? Наверное, с него. А здесь у нас... И там у нас, кстати, проход прямо был, и здесь проход прямо... Валим? Просто валим! Это скелет... Ай! Ай-яй-яй! Я врезался! Ладно, пофиг. В режим боя. Ху, я его снял. Я не могу набегу переключиться на другое оружие. Мне нужно ровно стоять, и тогда я могу переключиться на другое оружие. Нагрудник. Это же у меня получше, да? Ну, как получше, кстати? Такое же, только покрытие меньше и неудобства меньше. Начат колющий такой же, дробящий такой же, режущий такой же. Импульс такой же. Покрытие на полтора меньше. И неудобства на половинку меньше? Нет, но у меня покрытие больше, поэтому я его оставлю. Блин, скелет не промах оказался. Ну, пойдемте посмотрим, что там. Так-то серию пора заканчивать. А-а-а! Все, тут подъем у нас... Подъем? Я хочу быстро пойти еще глянуть, что там у нас было по проходу прямо. Я понимаю, что у нас хронометраж уже затянулся. Ребят, извиняюсь, я что-то задерживаю вас. Давайте быстро сейчас пробежимся. Блин, он реально такой, как пирожочек несется. Такой танк. Тыш, 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 тыш. Ха-ха! Вот. Я хочу посмотреть, что там было по проходу прямо. Возможно, там был еще какой-то лутецкий, который я мог бы упустить. А я не хотел бы упускать лутецкий, ребят. Ну, так-то, по-хорошему. А-а-а, так, сюда. А что? Здесь еще и сюда можно было? Вы надо мной издеваетесь нафиг? Или это как раз прямо... А-а-а! Стоп! Это и был центральный? Да-да! Тьфу-тьфу-тьфу! Я пробежал центральный перекресток. Нам же вот сюда вот надо было еще глянуть. А-а-а! Что за адское местечко? Сундучок! Вот, я же говорил, лутецкий. Шлем. Что, блин? Вы посмотрите на эти статы. Это как вообще? Так, покрытие меньше, импульса больше, режущий. Вообще в бесконечность ушел. Неудобства меньше. Блин, я его одеваю. То есть, минуточка у нас тут раз, два, три, четыре, пять, шесть. Тут раз, два, три, четыре, пять, шесть с половиной. Покрытие на единичку меньше. За счет этого и неудобства побольше. Я одеваю вот этот купол. Знаете, этот я, наверное, даже с собой немножечко поношу, потому что он слишком уж трофейный для того, чтобы его выкинуть. Ну, этот шлемофон прям огонь. Наверное, здесь уже нет толку что-то еще рыться, копать, поэтому я пошел. Если я здесь вдруг что-то забыл, то говорите мне. Я тут пока, наверное, недалеко, может, еще и вернусь. Ключевое слово, может. Да, тут не было развилки, тут это. Нам теперь по мосту и... Ах, чуть не упал. По мосту и вверх. По мосту и вверх. И сейчас мы выйдем... Получается, у нас тут было... Ай, нет, не сюда, сюда. Получается, у нас тут было два моба. Один крутой скелет и один скелет чуть-чуть попроще. Но два скелета. Угу. Так, 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 так. Ну, давайте. Поднимемся. Давайте без драки сразу. Что-то я в какой-то склеп пришел. Я даже уже не пытаюсь понять, где я. Ребят, на этом моменте все, мы серию заканчиваем. Мы выжили из этой серии все, что могли. Просто... А-а-а! Чертовски! А-а-а! Спасибо, что были с нами. Пойдем разгребать вот эту вот фиговину уже в следующий раз. Фух. А-а-а... Да... Дела, дела. Все, ребятушки. На этом у нас все. Спасибо, что были с нами. Всем удачи, добра, бобра. Всем оладушек и всем покеда. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok